Зелёный чай А фигура стройной Сейчас узнаю все подробности Олег Евгеньевич Ирушкин Врач-диетолог, эндокринолог Кандидат медицинских наук Олег Евгеньевич, здравствуйте Я тут начиталась про пользу зелёного чая И смотрите, сколько его набрала Надеюсь, не зря Давайте всем расскажем, чем полезен зелёный чай Когда мы расскажем, чем полезен зелёный чай Я думаю, мы сейчас вернёмся И вы возьмёте ещё больше Класс, давайте Он содержит кофеин, но в меньшей концентрации Чем кофе То есть он не обладает таким ярко Выраженным эффектом Как кофе, я не пью кофе Вообще? Крайне редко Но ободриться утром, соответственно, нужно И вот зелёный чай в таком случае Спасает Но кроме того, кроме кофеина То есть кофеин содержит, это хорошо Для тех, кто кофе не пьёт, пожалуйста, зелёный чай Кроме кофеина, благодаря тианину Это аминокислота Зелёный чай обладает таким успокаивающим действием То есть... Как это может быть? Вот так утром бодрит, а вечером успокаивает А как зелёный чай знает, какое сейчас время суток? Зелёный чай не знает, какое время суток Кофе, кофеин, можно сказать, находится в такой свободной форме И он обладает возбуждающим действием Благодаря связанному кофеину в чае Он не обладает таким ярко выраженным всплеском Поэтому, если вы не привыкли, то есть вы не пьёте сильно кофе То утром вы взбодритесь Но опять-таки... А если я кофеин, у меня зелёный чай взбодрит? Нет, скорее нет Скорее нужно будет также продолжать пить кофе Ну так я хочу полезные свойства зелёного чая получить Поэтому вы завариваете зелёный чай В спокойной обстановке, без спешки Наслаждаетесь вкусом зелёного чая Он меня успокаивал И вас он таким образом успокаивает Договорились Так, хорошо Это прекрасное свойство, потому что я человек тревожный Иногда бываю, переживающий Поэтому прекрасное свойство Какие ещё у него есть полезные свойства? Это антиоксиданты Полифенол, который содержится в зелёном чае А как известно, антиоксиданты борются с окислением в организме А это значит, уменьшают разрушение клеток и продлевают жизнь клеток То есть они могут полифенол в зелёном чае Увеличивать, скажем так, продолжительность жизни И сохранять нашу молодость Поэтому поехали ещё за чаем Мы же хотим всегда оставаться молодыми? Конечно, если тем более продлевается жизнь То нужно как можно дольше оставаться молодой Ну, про продление жизни, конечно, я немножко здесь утрирую Более правильнее сказать про улучшение именно сохранения молодости Сохранения молодости клеток Благодаря именно антиоксидантам, которые там содержатся А вот сколько тогда можно пить чая в день? Вот нужно его пить? В среднем три чашки в день Зелёный чай можно к воде приравнять, в конце концов То есть, грубо говоря, даже кофе, например, выводит лишнюю воду из организма А зелёный чай таким свойством не обладает Потому что на каждую чашку кофе нужно выпивать чашку воды А в зелёном чае нет Поэтому зелёный чай можно, в конце концов, пить между приёмами пищи Я читала, очень много одно время писали в журналах Что зелёный чай способствует похудению Вот это правда? И вот как раз таки было эпидемиологическое исследование В Корее проводилось С участием нескольких тысяч корейцев Мы сравнивали употребление зелёного чая Помогает ли снизить вес И употребление четырёх чашек действительно помогало снизить вес В отличие от тех людей, которые этот зелёный чай не употребляли Но в нашем менталитете свойственно чай пить с чем-то А не просто наслаждаться чай пить Поэтому я сейчас, Олег Евгеньевич, вам скажет Четыре чашки чая в день А наш замечательный зритель услышит Значит, я смогу четыре раза перекусить Так не делайте Так делать не надо точно Здрасте Ты speak Russian? Нет, я просто называю English English? Where are you from? I'm from China Do you like green tea? Yes How many cups of green tea? Do you drink? Do you drink every day? Not every day Not every... Ситуация How many? Almost two days drink one time One cup? Yes Вот оно, черный чай они пьют. Это ситуация. Ну ладно, он же сказал, что у него там проблема с желудком. А что, нельзя зеленый чай, когда проблема с желудком? У тебя всего есть свои показания и противопоказания. Значит, воспитываем в себе тоже вот эту культуру чайпития без всяких конфеток и булочек. Да, и поэтому будет и настроение хорошее, и воспаление снизится, и профлактируем сердечное заболевание, и не будем набирать вес. Я считаю, что это уже весомые причины, чтобы всю эту корзину чая купить. Олег Евгеньевич, спасибо вам большое. Спасибо. Пойду, найду хоть этого человека, скажу ему, что чай можно пить зеленый. Будьте здоровы, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok